свежайшая пара поступившая сегодня предлагается вашему вниманию лотус премиальная марка мануфактуры для грилло где-то потеряла свою коробку оправа не выдержала нагрузки поскольку без коробки другими словами без домика без родного крайне тяжело и не только что просто без домика тяжело перемещение в пространстве и времени как правило оправы не выдерживают что произошло в этом случае и не только оправы это коснулось но и коснулась внешнего вида а изначально как бы начальные данные были практически бесподобны 6 восьмых самая красивая из возможных украшательств на верхнем ребре будем так называть эрле вот он лотус тут у нас остались пометки о том что это золотая медаль выставки в париже в 1931 году вот здесь я почищал поскольку вода затекала вот тут забавная такая получилась как змейка естественно так коррозионная какая-то такая такой стель вилл получился у нас коррозионный подъем будем так говорить в вершине обуха но опять же таки славно известная 356 модель но такая увесистая будем так говорить естественно оправы нет поэтому нарядил я нашел по праву подходящие подходящую по форм-фактору к сожалению оправы заканчиваются надо же этим как-то что-то решать потому что здесь оправа как бы имеет изъян так то она в общем то более или менее удобоваримая но опять же таки я посчитал что ну во первых опять же таки отталкиваясь от того что с оправами не очень жирно сейчас но в общем то и бритва такая она скорее не коллекционная утилитарная рабочая поэтому решила что одно с другим нормально сочетается но опять же таки во главе угла было есть остается наверное навсегда это стали а сталь как известно сердце клинка и составлю здесь естественно полный порядок стали отменные как и у бубенчиков так и у лотусов в общем то я очень сильно сомневаюсь что как-то они там принципиально отличаются поскольку неоднократно нам уже попадались модели маркированные и так и эдак и и геометрический строй и в общем то тактильное ощущение и характер работы абсолютно у них одинаковые поэтому прежде всего это про про работу про работу про обработку любых объемов каждый день два раза в день такое тоже бывает отличное мощное решение 3000 гривен цена вопроса в данном случае и на усиление ей пойдет как ни странно вот эта бритва славно известный винсан бритва абсолютно новая сохранение короб родной все родное опять же таки справедливости ради не могу не отметить некую такую будем так говорить короче говоря наплевательское отношение к слесарной обработке удостоверяемся что это действительно винсан а это действительно винсан вот смотрим на переход на начало спуска вот он здесь такой если бы если бы не родное отравление безусловно это отравление родное неоднократно я уже наблюдал такое я бы подумал вот смотрим вот в эту часть такой как бы так плохо оформленный спуск не точно не четко вот здесь грани там этого плеча жесткости тут все как бы четко ясно и понятно а вот это вот конечно как бы так эстетически будем так говорит слегка в глаза бросается однако к огромному счастью только эстетически по одной простой причине и даже я бы так сказал но причин две на самом деле причина номер раз это очень лютое решение здесь несмотря на то что здесь наверное ну пять восьмых там с плюсом может быть 11 16 но здесь выборку выборка по факту она даже не половинная она скорее ближе к четвертной другими словами то что здесь написано для жесткой щетины это на сто процентов правда и она даже на камне себя ведет никакой микроамплитуды движения у нее нет это момент номер один и момент номер два цитируя я их же высказывания которые они пишут имеется ввиду венца на эти все как-то попадался мне на глаза их рекламный проспект так вот там было четко ясно описано все решения у нас кованые спешу поверить от того как заточки себя ведет сталь великолепно отлично точится результат дает отличный и в результате она и работать будет очень здорово то есть тут у нас получается так она и достаточно тяжелая если допустим сравнивать с моделями ну плюс-минус похожих геометрических решений и габаритов то она будет тяжелее граммов на 20 это как минимум скорее всего конечно же прежде всего за счет выборки и во вторых из-за того что стали ковались отковывались будем так говорить вот это вот такая до определенной степени примитивная оправа будем так говорить вот эти их искания творческие с новыми видами внешнего вида синтетических оправ она даже вот она неровная ну это наверное почти наверняка уверенно это довоенные такие 30-е годы ну максимум там до 40-х во всем остальном опять же таки бритва абсолютно новая абсолютно заточилась вопросов нет классно ну опять же таки там уже там сталь выходит на первый план там обо всех этих эстетических моментах можно не думать поскольку важен абсолютный результат вот такой венцам предлагается вашему вниманию 5000 гривен цена вопроса по этой бритве и того еще раз то есть рабочий лотус 3 и более коллекционный венцам 5000 гривен вашему вниманию у меня же на этом пока все спасибо за внимание и до скорых встреч в эфире пока